Девушки отдыхают Я не могу спросить, сколько он зарабатывает Ну, не знаю, барменом пойду У тебя не видно рук, ты можешь Ставьте палец вверх Вот так вот делать Расскажи о себе Я работаю в Mail.ru, пожалуй, уже шестой год Это очень много И, в общем-то, пришел сюда как продуктовый дизайнер изначально И сейчас занимаюсь главной страницей почты И нашей дизайн-системы Mail.ru Которую мы активно такой инициативной группой пилим И, собственно, вот этим сейчас и занимаюсь Ты же заканчивал институт по специальности Менеджмент и маркетинг Как тебя вообще занесло в дизайн? Ну, там на самом деле не совсем менеджмент и маркетинг Там был производственный менеджмент И это вообще такая история больше про экономику Вот, то есть я как бы условный менеджер, хотя и дипломированный А уже где-то на третьем курсе понял, что хочется заниматься какими-то креативными штуками То есть, ну, там в том числе я начал там что-то рисовать Какие-то там граффити бомбить, вот, немножечко И потом в итоге просто прилетел в газету, в которой начал делать всякие рекламные объявления Мне кажется, у всех там дизайнеров примерно одинаковый такой ход То есть все проходят через какую-то газету, какие-то маленькие рекламные там брошюрки Вот, потом, собственно, начал делать уже верстку газеты Потом переехал в Питер В Питере начал уже делать сайты Вот, потом там в Питере тоже подрос И из Питера переехал в Москву, где я и начал работать в Мэйле По твоему мнению, дизайнеру нужно знать, как устроена платформа, для которой он разрабатывает, проектирует дизайн Ну, нужно уметь программировать на этой платформе Или это не обязательно? Думаю, что программировать не обязательно, но общее представление иметь обязательно Ну, так или иначе То есть у меня основная история связана с вебом, поэтому верстать я умею Наверное, это опционально, но лучше знать Я думаю так Допустим, представь, ты нарисовал какой-то красивый дизайн, спроектировал интерфейс Положил его в цвет, сделал этот прототип хороший, сверстал Все это отдал разработчику И в результате всего этого ты видишь Код выложен на продакшн, да? Как бы видишь, что там пиксель сдвинулся вправо Там цвет на полтончика ниже Вот как ты к этому относишься, как ты с этим живешь? Я открываю дебаггер, смотрю, почему на самом деле там этот пиксель стоит И прям просто делаю скриншот И отсылаю разработчику И говорю, вот в этом стиле поправьте, пожалуйста, 25 пикселей на 24 И это все Вот это на самом деле хорошая такая штука, которая мне очень помогает То есть в верстке я могу действительно найти, где там проблема Само понять, как ее исправить И разработчику, по сути, остается ли всего лишь поправить значение Ну, мне кажется, это очень удобно Ну, в принципе же в отрасли, да? Я уже довольно давно в отрасли И на самом деле то, как построена работа в мейле С взаимодействием дизайнеров и разработчиков На самом деле не то, чтобы типично И какой совет бы ты дал, в принципе, вот обеим сторонам Как лучше друг друга понимать? Я думаю, что основной момент, который я понял Что ребятам, ну, как бы ребятам, я имею в виду дизайнеру и разработчику Полезно сидеть просто вместе рядом Это очень хорошо спасает И на самом деле это прям такой must-have для, наверное, там, дизайнера интерфейсов Потому что до этого как происходило? Это на самом деле действительно проблема И у многих это случается Ты рисуешь интерфейс Условно ты загружаешь его в какой-то черный ящик То есть ты отсылаешь его разработчику Вот, и потом получаешь неожиданный результат Вот, и по факту проблема была именно в коммуникации Сейчас с этим прям гораздо легче То есть ребята сидят рядом Какие-то вообще такие небольшие вопросы решаются сразу на месте Ну и качество работы становится там на порядок лучше А, ну и плюс ко всему ты вклиниваешься вот в этот такой воркфлоу То есть действительно понимаешь, как продукт делают И это прям очень хорошо работает То есть действительно хорошо Я вот сейчас это понял Окей, а можешь показать в принципе процесс Какой-то кусочек процесса работы своей? Да, ну на самом деле все довольно просто Работаю я в определенной графической программе Да, то есть это не секрет, в общем-то это скетч А из скетча мне нужно вот это вот все, что я сделал Мне как-то нужно передать разработчику Раньше это работало так, что, допустим, разработчику Необходимо было иметь при себе ту программу В которой работает дизайнер И это было тоже проблематично Потому что ну не у каждого она есть Иногда она стоит каких-то денежек Которые, ну там, может быть, неподъемные Сейчас очень много решений, которые с этим помогают То есть, например, мы в компании используем Симпли То есть это веб-ресурс, в который, собственно, ты Можешь просто закинуть свой макет, свой дизайн И отдать ссылку разработчику Разработчик, не устанавливая абсолютно никакого Программного обеспечения Просто может посмотреть все отступы Все цвета, все шрифтовые стили И еще плюс там скачать какие-то ассеты, то есть там иконочки Какую-то графику Я могу показать, как это работает Отлично, давай посмотрим В общем-то, макет я рисую в скетче Он собирается именно здесь Здесь такой артборд Вот, и чтобы отдать разработчику Я использую Симпли То есть есть плагинчик, который сейчас это, собственно, туда закинет То есть создаем новый проект Я его создам как тестовый Веб С 1x разрешением Create И, собственно, вот этот дизайн, который я нарисовал Он просто залился в веб-интерфейс этого ресурса То есть мы открываем этот проект Он здесь Разработчик может, собственно, получить ссылку на него Если мы нажмем share, скопируем его И отправим ему в каком-нибудь там мессенджере И плюс ко всему он может абсолютно легко посмотреть все отступы Все стили в правой панели Цвета Плюс может даже скачать, например, какие-то графические элементы Например, логотип Mail.ru Вот, посмотреть, какой размер шифта я использовал Отступы, собственно, все Вот, и так легко, в общем-то, я передаю все дизайны разработчику прямо в руки Вот Как-то в интервью Contented Ты сказал, что дизайн интерфейсов это не перспективная профессия В плане, что она скоро станет не нужна Ну, относительно скоро Можешь как-то это прокомментировать? Я немного переборщил Наверное Я просто решил поразмышлять Про ситуацию, когда интерфейса в принципе не нужно То есть, если бы побольше было ситуаций, когда мы интерфейс в принципе не рисовали Меньше было бы приложений, да Например, не знаю, можно было бы обойтись исключительно нотификациями То на телефоне, да Вот пример хороший Это отсутствие приложения о погоде А просто, например, нотификация о том, какая погода будет То есть интерфейса это нет Вот, собственно, и дизайнеру в этой ситуации особенно не нужен Вот, и поэтому я подумал, что это будет забавно А тем не менее, вот если бы, скажем, так случилось завтра Исчезла профессия проектировщик интерфейсов Вот раз, и все ушли в голосовые интерфейсы и в виртуальные миры Чем бы ты хотел заняться? Голосовыми интерфейсами? Не, на самом деле, действительно история очень интересная Вот прям без шуток То есть я тут вел курс в технотреке про текст И я им как раз, в общем-то, ребятам и рассказывал историю Что на самом деле прям вот типографика и копирайтинг Прям очень важные штуки Вот, и сейчас на самом деле у нас тоже есть история с тем, чтобы С текстом нужно работать То есть, на самом деле, как так или иначе Тот текст, там, допустим, который ты, там, условно делаешь в интерфейсе рыбным Как дизайнер, часто идет в продакшн Вот в чем проблема И, как правило, ну, то есть у нас есть копирайтеры в компании, как ты знаешь, но Не всегда получается с ними поработать Вот, и поэтому Кажется, что, в общем-то, это могло бы лечь вообще легко на плечи дизайнера То есть это опять такой маленький шажок, да, в плане того, что ты, там, уже работаешь как бы с текстом То есть прям вообще так, типа, комплексно с интерфейсом Если говорить про то, что, ну, там, профессия вдруг возьмет и исчезнет Ну, не знаю, барменом пойду Я всегда за стойкой хотел обставить Хороший выбор Это шутка А может быть и нет, это не точно Какой самый сложный, самый интересный кейс тебе приходилось решать как дизайнеру интерфейсов? Когда я начал заниматься почтой, была, там, беда, потому что, ну, там, например, оттенков, не знаю, серого цвета было такое количество, что даже непонятно было вообще какой действительно правильный Потому что программисты не различают оттенки Да, но это проблема Вот, и, собственно говоря, мы, там, так постепенно-постепенно все это устаканивали, то есть оставили только тот набор цветов, который, там, нужно Оставили те размеры шрифтов, которые, там, нужно, то есть договорились вот до этого То есть, на самом деле, вот это вот была реально серьезная, там, такой серьезный вызов, чтобы все это взять и договориться вместе с менеджерами, с разработчиками, с руководством и еще плюс с дизайнерами Потому что, ну, как бы некоторым тоже, там, дизайнерам некоторым, там, оттенок серого цвета может не понравиться Вот, типа, слишком темный, типа, нет, это... Есть любимый оттенок серого цвета у дизайнера? Ну, вообще, да, это нормально Ну, то есть, некоторым кажется, что, ну, это касается каких-то, там, светлых оттенков, да, какие-нибудь подложечки Вот, для подложки, такой, а я использую для подложки, там, совсем другой цвет, там, немножечко посветлее Вот, ну, в общем-то, в итоге мы, там, договорились и так или иначе получилась такая взвешенная, грамотная дизайн-система Ну, в дизайн-системе я навязываю такой, типа, такой набор, вот, правил, по которым мы сейчас рисуем все новые интерфейсы И это, вот это вот, наверное, была крутая такая работа И сейчас она до сих пор продолжается, но, вот, в самом начале было, там, сложновато, но мы справились А были в твоем опыте рабочим какие-то моменты, какими ты не можешь гордиться? Наверное, когда я только пришел в компанию, я занимался ответом Mail.ru Вот, и мы, собственно, с первого, первонаперво сделали редизайн мобильной версии А потом, собственно, занялись большим вебом И там пошло не так все гладко Хотя мы, собственно, оставили абсолютно весь функционал, то есть ничего не поменялось То есть вообще, ну, как бы, может быть, совсем какие-то, там, крошки мы что-то изменили Но по факту мы сделали просто косметику Вот, и тут я понял, насколько тяжело заходит редизайн продукта, на котором, там, ничего не менялось годами Вот, и... Для пользователей? Да А, то есть пользователи прислали свой фидбэк Да Ага И, то есть, мало того, что они присылали фидбэк очень гневный Ребята начали собирать такую петицию, там, в общем, за возврат старого дизайна Вот, и там, я не помню, это, по-моему, там, change.org, по-моему, есть такой ресурс В общем, там нужно было набрать что-то 10 тысяч подписей, чтобы, ну, голосов за Вот, чтобы это что-то там рассмотрели Ну, в какой-то вот такой этой истории было Вот, и они там набирали И, на самом деле, я помню, что там было что-то 9 с чем-то И мне прям было реально стрёмно Я такой думаю, что такое? То есть, действительно, мне так все-таки херово сделали Ну, вообще, по факту, это просто такая история поучительная Что прям вот так вот кардинально менять интерфейс, ну, довольно опасно Вот, ты понял, ты понял, как себя чувствовали дизайнеры ВКонтакте Вот это все дура, верни стену, вот это вот Да, и с кинопоиском, да, я прям это, вот, я это прочувствовал Я это уже давно прочувствовал Я знаю, насколько это такая сложная ситуация То есть, вроде как, хотел сделать хорошо То есть, люди говорят, что тебе, типа, ты сделал все дерьмо Вот, и как бы, ну, ты такой, как бы, в сомнениях То есть, блин, а может, ты правда дерьмо? Вот Тём, у тебя есть вопрос, как я понял, для наших зрителей И подарки для тех, кто сможет на него правильно ответить Да, есть вопросы, подарки Вопрос звучит так Сколько оттенков серого в дизайн-системе Mail.ru? Из подарков Это такая фирменная колонка И такой набор стикеров Вот От Mail.ru и от My.com Как ты отправляешь то, что ты сделал, свою работу, программисту, мы посмотрели Как ты её придумываешь, создаёшь, предлагаю посмотреть на доске Хорошо, давай посмотрим Ну, на самом деле, перед тем, как отдавать разработчикам дизайн, вообще макеты То есть, мы, в общем-то, прорабатываем её, вообще, всю историю на таких схематичных скетчах Вот То есть, например, если мы говорим о каком-нибудь логине, да, там, авторизации То есть, ну, представим, да, у нас есть какой-нибудь блок, в котором, собственно, есть логин, пароль И, типа, кнопка активная Здесь у нас какой-нибудь текст Собака То есть, абсолютно всё схематично Просто реально понять, какое количество полей у нас будет Какая кнопка И, допустим, прорисуем какую-нибудь историю с восстановлением пароля То есть, у нас кнопка, ой, ссылка о восстановлении пароля будет, там, наравне с кнопочкой То есть, например, нажимая на ссылку «Восстановить пароль», куда мы переходим? Мы переходим на другой поп-ап, в котором, собственно, нам нужно ввести логин Собака Mail Точка Ру Кнопка «Далее» Например, если мы нажимаем и не ввели, или не ввели правильный логин То мы переходим на страницу ошибки То есть, у нас это всё выглядит, например, можем использовать два цвета Типа, ошибка Типа, кнопочка Здесь какой-то заголовок, здесь тоже заголовок Если мы нажимаем на кнопку «Далее» и ввели правильный логин То мы переходим на поп-ап Ввода, например, телефона Если у человека привязан к почте телефон То есть, ему нужно подтвердить номер Какой-нибудь там плюс семь Восемь, девять, восемь И тоже кнопка «Далее» И по такому принципу мы строим такую всю картину взаимодействия человека с интерфейсом И перед тем, как рисовать это вчистую Это очень здорово помогает И вот такое, на самом деле, такие вроде бы каракули Но на самом деле очень круто формирует картину взаимодействия И, конечно же, её лучше делать не только, например, с менеджером А лучше делать целиком в команде То есть менеджер, разработчик и дизайнер Это очень здорово упрощает работу и улучшает качество Блиц-опрос Радио или готовый плейлист? Готовый плейлист Фриланс или работа в компании? Работа в компании, скорее Лучший смартфон? У меня айфон На самом деле, мне всё нравится Где брать идеи? В интернете Сколько у тебя биткоинов? Да у меня их нет Какой суперсилой ты хотел бы обладать? Не знаю, может, кнопка сделать красиво Или такая, типа, в кармане Вот Блин, не знаю Рука-душ Я прям представляю Одной рукой в кармане так делать красиво А не получилось Ничего неудобно Такое, типа Просто рука-душ, ребята Всё Ты можешь это ещё раз сказать? Да я же сказал Всё, ладно У нас в гостях был Артём Гладков Дизайнер интерфейсов Mail.ru Спасибо, что смотрели нас Подписывайтесь Ставьте лайки Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин